В семье Жанни проживает шесть детей. Один из детей особенный, с диагнозом ДЦП с детства. Родители работают днем и ночью. Папа работает ночью, мама работает днем, но средств все равно им не хватает. И совсем недавно Жанна позвонила нам, попросила о помощи. Я считаю, что мы все люди, животные, природа, мы все взаимосвязаны. Мы все нужны друг другу. И сейчас, как раз благодаря своей профессии, тем, что я занимаюсь благотворительностью, я больше ощущаю эту связь с миром. Я люблю ездить на природу и обниматься с деревьями. Мои первые попытки делать добрые дела, это была поездка в детский дом, которая оставила отклик, нашла отклик большой в моем сердце. Мне было очень тяжело, я отходила несколько дней после этой поездки. У меня было очень много мыслей в голове, как так, почему так происходит, не должны дети быть одни, потому что родители – это наши проводники в жизнь. И в тот момент я для себя поняла, что я хочу, чтобы таких заведений, таких организаций было как можно меньше. И в тот момент я уже четко поняла, что я хочу заниматься этим, и мне это нравится. Семью Жанны я нашла около 9 месяцев назад. Когда я искала семью для того, чтобы постоянно ее курировать, на постоянной основе помогать, мне скинули номер Жанны. И с этого началось наше знакомство, я поехала к ней, отвезла ей продукты, все то, что было ей необходимо. И на постоянной основе помогали ей в течение 9 месяцев. И буквально недавно она позвонила нам, попросила помощи, что вот она строит дом. А вы выгрузили с той стороны, да? Нет, вот как раз прямо к этому, к фундаменту. Теперь нам главное, вот, там, да, руберои, цемент, да, надо, Жанна писала. Да, 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 ну, пока то, что это, да, поначалу только вот это вот, а потом уже посмотрим. Родилась наша команда в 2018 году. Она была не такой большой, команда состояла из 5 человек, которые просто хотели делать добрые дела. Потом по истечению времени стали добавляться люди. И так завелось, что наша группа состоит из предпринимателей. Наша группа занимается в основном многодетными мамами, чаще всего. Но не только, это могут быть и пенсионеры, там зависимо от ситуации. Но в основном мы занимаемся многодетными семьями. Это продукты, это помощь с документами, помощь с жильем, в зависимости от ситуации. Детские дома, вот, Светоч, это наш постоянный проект, которым мы занимались очень долгое время, ну, помогали. Буквально пару дней назад у нас снова начался карантин. Сейчас возросло очень сильно количество заболевших. И сейчас еще мы организовали такую акцию, что мы нуждающимся препараты развозим, потому что очень много заболевших, но не все могут позволить себе купить лекарства, потому что лекарства сейчас не самые дешевые. Особенно в период пандемии возросли цены на лекарства. В поликлинику звоню, они мне обещали лекарства, но теперь сказали завтра утром уже. Сейчас мы хотим организовать с нашей командой сбор, чтобы постройка дома ускорилась. И нам сейчас нужны будут рубероид, цемент, вообще все строительные материалы, которые нужны для постройки дома. Нам нужны будут волонтеры, нужны будут люди, которые разбираются в стройке. Я одна мир изменить не смогу, но со своей командой, с людьми, которые меня поддерживают, которые подключаются каждый раз к добрым делам, тогда мы сможем сделать этот мир немножечко краше. Субтитры создавал DimaTorzok